Всем привет! Очередное видео по теме стройки своего дома. Друзья, прежде чем начать, один небольшой нюанс. В описании я специально прописываю тайм-коды по всем позициям. И вот эту мою начальную предшествующему всему болтологию вы смело можете перелеснуть, если она неинтересна. Но таким образом вы рискуете пропустить массу новой информации и новостей от нашей стройки. В этом видосе уже планировалось, что будут съемки по лечному маршу. Пора уже начинать закрывать обоями наш коридор и спускаться потихонечку сюда вниз, для того, чтобы уже делать комнату. Чтобы не повторялись комментарии, которые повторяются из ролика в ролик, я сразу скажу, что обои, которые мы используем, это Silk Plaster. Это декоративная штукатурка, жидкие обои, которые покорили наше сердце прямо с самого начала. Они красивые, они блестючие, они теплые, они удобные, не имеют швов и имеют очень много различных плюсов. Но появилась такая мысль, а почему бы нам не подсветить красиво, по-модному эту лестницу? А для того, чтобы подсветить, мне необходимо, в общем, пропустить электрику всю. Поэтому пришлось все это разобрать. В общем, сейчас это тоже листы снимем, здесь все проштробим. Короче, будет здорово. Этот видос, я думаю, что неделька-две и я начну снимать. Сегодня я зарезаю вот эти все проемчики. Вот здесь я наклеиваю серпянку. Кто-то из моих уважаемых зрителей сейчас скажет, какая серпянка, это прошлый век. Будет не только серпянка, будет еще и бумага, которую все вы любите и все вы знаете. Я еще и потом стеклохолст наклею. Сделал один раз хорошо, тем более, что это не очень дорого, но это будет на века. Помните, я вам говорил про сайт в квадрате? Это сервис быстрой доставки напольных покрытий. Так вот, ребята, уже на подъезде. Сейчас мы это все разгрузим, принесем, сложим, пусть это пока отлеживается. И как только я закончу с потолками, я сразу же пойду делать полы детям в спальне. Весь этаж мы приобрели кварцвинил по вашим рекомендациям на том самом сервисе, который вы и рекомендовали мне в своих комментариях. Вообще, компания находится в Москве и Петербурге, но все это было доставлено мне сюда в Биск, прям к подъезду, прям к дому. Это классно, это классно. К чему нам всем с вами нужно готовиться и подсознательно уже это принимать, это то, что скоро ремонт и все будут проходить в один клик через экран нашего персонального компьютера. Поэтому привыкайте уже сегодня пользоваться этими сервисами. На моем опыте вы видите, что это работает. Всем рекомендую. Материал приехал в полном порядке, без каких-либо вообще проблем, профессионально и все быстро и в срок. Вы видели, как было все это дело упаковано. Что приехал? Универсальный клей-фиксатор для напольных покрытий. Потом сама эта плитка. Ну, о ней я вам потом расскажу все в деталях, когда мы начнем заниматься ее укладкой. Хочу укладывать ее под 45 градусов и благодаря тому, что это кварц-винил, в ванной мы тоже постелим его. Если кто-то сейчас что-то знает и хочет сказать, что это неправильно, пожалуйста, напишите в комментариях. Что мне понравилось, что после нашего заказа на компьютере, мы с Женей оформляли в прошлом видео за компьютером, сразу же после этого со мной связался менеджер, уточнил детали, я ему объяснил, что хочу весь этаж заложить кварц-винилом. На что менеджер мне сразу объяснил, что вам нужен еще клей-фиксатор. И если бы он не сказал, я бы даже не подумал, что он нужен. Опытность, профессионализм все-таки заметно. В прошлых выпусках мы с вами построили подсистему, потом натянул гипсокартон. Много дел прошло всяких разных, и где-то я не успел подрезать края гипсокартона. Делать это нужно заранее. Так как я этого не сделал, я сделаю это сейчас. Это ничего сложного, в этом нет на самом деле, подрезать его ножиком. Кто-то сейчас скажет, что для этого нужны специальные резаки. И, друзья, простой канцелярский ножик, единственное, не зарезайте выше самореза пораньше, чтобы саморез все-таки держал. Я буду дорезать оставшиеся нюансы, а Женя в это время начнет уже промазывать швы. Но швы не все. Те утонения, которые заводские, мы не трогаем. Трогаем только то, что мы сами подрезали. И особенно важно учесть тот факт, что сильно это делать нельзя, сильно заливать. Так как гипс все-таки гигроскопичный продукт. Очень быстрыми движениями мы это грунтуем, и сейчас начнем замазывать щели. Финишная шпаклевка и йогенфюрер. Фигенфюрер. Финишная шпаклевка Про серпянку, конечно, мне говорили, что это неправильно, но я буду делать с ней. Я так решил, а ты что, надо до конца идти, зачем ты не даешь? Надо ее до конца вести сначала. Так, а я сейчас, знаешь, как, чтобы она не отваливалась, я ее фиксану местами. Как раз пойму, хорошо ли здесь залазит раствор. Вообще, надо его затворять максимально глубоко в эту щель. Серпянка, кстати, может этому воспрепятствовать. Нет, вон, заходит, видно. Да-да, он заходит хорошо. Вот видно по краю здесь, что она заходит туда очень хорошо. Я понимаю, что сейчас про серпянку мне многие напишут, скажут, что это... Почему ее не надо? Ну, потому что сейчас уже, типа, не прошлый век, и сегодня уже никто ее не использует. Сегодня используют только бумагу, но мы будем использовать и то, и то. Серпянка – это, короче, колхозный вариант, но, друзья, мы строим в колхозе свой дом. Поэтому, извиняйте, у нас она будет хорошо. Доклеиваем до конца. Самая главная, Жень, задача сейчас – это прямо вмять, чтобы пазик у нас был занят полностью. Утонение, которое есть там, оно должно быть забито. Так, друзья, по бумаге, смотрите, есть вариант купить какую-то фирменную плоскую бумагу, а есть вариант купить гофрированную. Я взял гофру, видите? У нее есть по центру вот такой вот вкладыш. Что мы должны сделать для того, чтобы все было правильно, как заявляет производитель? Смотрите, мы должны взять бумагу, сложить ее по ее вот этому заводскому углу, потом развернуть и провести вот так рукой. Все. Теперь мы накладываем на только что пройденный этап и одним пальцем аккуратненько, немножечко вдавливаем в центр. Немножечко. После того, как вдавили в центр, нужно вернуться обратно, но уже тремя пальцами, для того, чтобы выгнать весь воздух. Нас еще спасает то, что у нас гофрированный вариант, и если воздух даже остался, он все равно выйдет. Вот. Но лучше сделать это вот так. Все. После чего пройти это шпателем. Так, сразу надо сделать акцент, друзья. Мы никого, ничему не учим. Мы просто показываем, как мы строим свой дом. Это важно. А то многие думают, что я какой-то академик. Если вас интересуют профессиональные строители, то вот они, они. Да, да. Так, что хочу сказать. Процесс идет. Возможно, он идет не быстро, но он идет. Вначале я реально испугался. Когда начал проклеивать первую ленту, когда это все начало быстро сохнуть, я думаю, ну все, ничего не получится. И вообще зря мы это все затеяли. И сейчас мы зашли уже такой размеренный шаг. Все получается, все идет потихонечку. Вроде даже ровно. Смотрите, мы ушли от серпянки. Мы остановились на одной бумаге. Может быть, к серпянке вернемся. Я не знаю. Наблюдайте, дальше будет интересно. Ну и потом, когда мы это закончим, мы начнем стелить второй уровень парящий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Простая белая шпатлевка, но на полимерной основе самый оптимальный вариант. Будет ровно и благодаря этому аппарату, кстати, о котором я вам говорил, помните, со светодиодной подсветкой, у меня все получится. Сейчас я вам покажу. Итак, представляю вашему вниманию DKG 1050 DECO. Это шлифмашина эксцентриковая для стен и потолков. Она подключается к пылесосу и вроде как она должна немножко подсасываться к потолку. Как минимум у меня есть аналог этой штукенции. Он у меня ручной, но это для пола больше. Взял я ее потому, что у нас впереди с вами полы. Там не должно быть никаких шероховатостей, никаких перепадов даже в миллиметр. Поэтому я буду как с пылесосиком спокойно ей ходить и зашлифовывать поверхность пола. Это шланг, который подключается к простому строительному пылесосу. В моих выпусках, особенно рекламных, часто вы можете слышать слово пушка, что эта тема реально классная. И поверьте, друзья, я никогда не буду называть хорошим инструментом плохой инструмент. Вот эту вещь я очень давно хотел. С ней можно работать прямо с пола. Не обязательно леса, не обязательно стремянки, просто с пола. Вот такая вот мощная машинка с ручками крепления и большой длинной алюминиевой штангой. Собирается таким вот вариантом ламповое соединение. Хоп, все, готово. Здесь есть пружинка, которую нужно фиксануть. И мы уже можем работать с потолком. Но это еще не все, у меня не стоит вторая палка. Сейчас подключим. Я могу, конечно, сейчас путать верх-низ, как она правильно, но я разберусь по ходу. Ну, отключили к потолку и поехали шлифовать. А, еще в комплекте есть переходник под любые разъемы пылесоса. И, кстати, конструкция очень даже не тяжелая. Конечно, моей жене, наверное, это будет несподручно, но мне, при условии, что она еще немножко подсосется к потолку за счет пылесоса, мне очень даже комфортно. Ну, в общем, вот такой вот инструмент. И скоро вы увидите его в работе. По-моему, для моих целей, ну, нет лучше инструмента. Конечно, можно было бы, наверное, взять какие-нибудь европейские аналоги. Но, как мы знаем, Европа покинула чат. А наши китайские братья никогда нас не подведут. Я в них верю. Все, братцы, едем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мне говорили, что процесс не быстрый, и так оказалось. Мы сейчас проходим на второй раз, убирая все огрехи, которые, в принципе, возможно, еще остались. Например, вот тут, увидели, бумага вздулась вместе. Сейчас вырезал этот порог, мы его сейчас замажем. Все аккуратно сейчас пройдем, чтобы не было никаких порожков, никаких ступенек. И после чего начнем шлифовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, мы закончили с намазыванием штукатурки на стены. Все классно, все классно, все готово. Сейчас специальным аппаратом, который я вам ранее показал, я пройду все вот эти возможные огрехи, и потолок засияет ровностью и чистотой. Сейчас шлифуем и начинаем, 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 начинаем наклеивать стеклообои. Вот, смотрите. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok Итак, третье доброе утро, друзья. Клей-мастер для стеклообоев будем использовать. На 6 литров воды его разводим, и на 28 квадратов его хватит. Я взял вот такие перки для того, чтобы это все разравнивать. Взял стеклообои 25 граммов на квадратный метр, то есть это для потолков. Хотел для стен сначала, чтобы на потолке было плотнее, но понял, что я лучше хорошо потолки проведу, и будет все нормально. Сейчас начнем клеить. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Последний рулон стеклообоев с Женей мы наклеили. Классно! Делали внахлёст, а потом прорезали резачком и убирали эти два обрезка. И получался идеальный шовчик. Сейчас у меня к вам такой вопрос. Напишите в комментариях, потому что в этом видосе я точно это сделать не успею. Нужно ли пройти все это опять шпатлевкой? Или рекомендуете просто загрунтовать хорошенько? Скажите, пожалуйста, друзья, мне это важно. А мы пока приступаем к каркасу. Каркасу под парящие потолки. Собственно, то, к чему наш ролик сегодня и двигался. Как я решил сделать, друзья, парящий потолок будет все-таки подсвечивать у нас потолок. Потому что изначально мы думали подсвечивать стены. Но я решил, что все-таки прикольнее будет лазерную эту светодиодную подсветку сделать на потолке. Тем более, что мы сделали их ровными. Я проверил, все классно. Поэтому потолок. И мы решили сделать 12 сантиметров. Наверное, сантиметров 7 будет порожек. Остальное будет пустота под светодиод. По каркасу вот как решил. Это будет вот такой профиль. Между ним будет стеновой профиль 27 на 60 вставляться. Покажу вам все наглядно. Сюда вставляем стеновой 27 на 60. И снизу поджимаю тоже вот таким профилем. И получается у меня вот такая вот несущая конструкция. Периодически буду чередовать, переворачивая профиль кверх ногами. Для того, чтобы он и тут крепился, и там крепился. И вот этот профиль сам по себе не оттягивался. Короче, для крепкости. Вот, для крепкости. Хотя многие рекомендуют сделать вот так. Вставить друг в друга и просто фиксировать. Но мне показалось, что я, во-первых, сэкономлю. А во-вторых, крепкость нисколько не изменится. А для начала вообще попробую, знаете как? Просто установлю вот так все эти профиля. И со стороны, где пустоты, потому что с той стороны саморезы, шляпки. А с этой стороны гипсокартон. И он будет держать профиль. А с той стороны будет поддерживаться саморезами. И он не будет играть за счет шляпок. И он будет хорошо, крепко держать. Я вот так принял решение. Смотрите, как это все я буду делать сейчас. Смотрите, как это все я буду делать сейчас. Смотрите, как это все я буду делать. Так, друзья, промежуточный результат. Это профиль с гипсокартоном. Там, где будет подсветка с той стороны светодиодная, здесь же будет теневой профиль. А с этой стороны подсветка на потолок. То есть тут еще будет, вы поняли, да, что линии. То есть вот в этом месте конкретно еще будет линия с гипсокартоном. Здесь тоже везде гипсокартон. Сейчас моя задача прогнать все это по всему периметру. Я вот уже отметки сделал. Смотрите, размеры. Сейчас это все буду изобретать. Конечно, есть огрехи. Потому что многое делаю без проекта. А так просто по наитию в голове придумываю. И, конечно же, выплывают определенные огрехи. Но они на самом деле очень легко исправляются. Проблем в этом никаких нет. Поэтому, друзья, ничего не бойтесь. Просто воюйте, делайте. Все у вас получится. Вы, наверное, заметили, да, что я немного приболел. Но стройка не дает возможности расслабиться. Работаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но счастливый человек. Я начал делать элементы подвесной конструкции. Сейчас мне кто-нибудь может накидать такую тему, что я делаю неправильно. Так как у меня... Ну, короче, может. Скажу так. У меня свой есть взгляд на то, что должно получиться. И если вы дождетесь, вы увидите то, что должно получиться. Получиться должна нестандартная конструкция. Не как это делают все. Я такого не нашел. Это не уникально. Здесь просто симбиоз двух вариантов парящего потолка. Не знаю, успею, нет, сделать вот эту планку повешать. И доделываю вот две планки. И все, и прибираюсь. И, наверное, на сегодня все. Но в следующем видосе вы обязательно увидите уже парящие элементы и фрезерование гипсокартона. Да, я буду фрезеровать гипсокартон, делать конструкцию загиба всю фрезером и потом это подвешивать. Так удобнее, красивее, эстетичнее и правильнее в плане углов. Не нужно формировать их какими-то уголками, все это шпатлевать потом. То есть сразу готовая конструкция, которую подвешил, наклеил стеклоткань или вообще не стал клеить. И все, и можно красить. Значит, в следующем видосе мы начнем делать парящие элементы. Сегодня вот все, что я сделал. Друзья, поддержите, пожалуйста, лайком, если вам это и нравится, если вам это интересно. Я стараюсь, я стараюсь. И, кстати, вот сегодня начал, когда работу утром, первый повешал эти планки и думаю, ну как-то фу, как-то потолок занижается. И вообще современно ли это сегодня или может это уже пережиток прошлого. Так как я человек-худграфа, так как я имею вкус творческий немножко и все-таки есть, я себе это все потом аккумулировал в голове, прокубаторил и понял, что если сделаю так, как я хочу, аккуратно и классно, будет хорошо. Я рад вас был видеть сегодня, друзья. Все, до скорых встреч, увидимся с вами в следующем видосе. Пока, пока, пока.